Десятки листов отписанного материала и бесконечное количество репетиций. Все это пройдено командой КВН в разработке ради одной, но очень важной цели. Поехать на юбилейный фестиваль КВН в Сочи и доказать там, что в закрытом городе игра жива. И несмотря на то, что материал отрепетирован идеально, перед первым просмотром ребята изрядно нервничали. Мы долго перед этим репетировали. Конечно, уже начался мандраж очень сильный. Но мандраж продолжился, наверное, больше на сцене. Вот на сцене это у нас понесло прям немножко. В этот момент удача оказалась на стороне команды из Сарова. Ребята не просто выкрутились из сложной ситуации, доказывая, что они находчивые, но еще и смогли рассмешить искушенный в юморе зал. Зал очень злой, как говорят КВНщики. Это самый злой зал, который только может быть. Потому что когда ты сидишь перед редакторами, когда редактируешься на игру, понятно, что они не смеются. И все КВНщики к этому давно привыкли. Но тут сидит у тебя целый зал редакторов, по сути. Как вспоминают ребята, их очень приятно удивила та атмосфера, которая царит на фестивале команд КВН. Там нет конкурентов. Все команды, даже самые известные, находятся примерно в равном положении. У всех есть шанс на победу и на поражение. Взаимовыручка – вот что объединяет КВНщиков на фестивале. Все команды, которые заселяются в гостинице, очень хорошо принимают друг друга. Готовы предоставить любую помощь. Огромное спасибо ребятам из нижегородских лиг, как региональной лиги, так и лиги НГОЛ. Потому что они предоставляли любую помощь, которая потребовалась. На достигнутой отметке команда в разработке останавливаться не намеренно. По результатам выступления в Сочи они получили приглашение в Центральную лигу по Волжье. Чемпион этой лиги в следующем году вполне может попробовать свои силы даже в телевизионной премьер-лиге. И на пути к этому ребята из Сарова сделали первый шаг. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.